Здравствуйте! Сегодня, наконец-то, я вышел в прямой эфир. У нас прямой эфир анонсировался совместно с нашим уважаемым Валерием Антоновичем Бадмаевым. По факту, тема эфира у нас была согласованный митинг, я так назвал его. И по этому поводу также пригласили Валерия Антоновича. К нам в гости пришел не только Валерий Антонович, но у нас эфир будет такой. Мы не будем, потому что у Валерия Антоновича нет инстаграма. Мы их пригласили к себе, но собрались в одном месте. И я буду переключать камеру, когда Валерий Антонович будет выступать. Кроме этого, к нам пришел знаменитый наш тоже оппозиционер, уважаемый человек, Юрий Семен Николаевич Атеев, который непосредственно сегодня находился в судебном заседании и защищал права не только Валерия Антоновича, потому что иск был от Валерия Антоновича, административное исковое заявление, но и всех нас, наверное, всех нас, кто хочет прийти на митинг. Ну давайте я переключу камеру на Валерия Антоновича. Вот Валерия Антоновича у нас и Семен Николаевич Атеев. Ну, Валерия Антоновича, вы можете рассказать по этому митингу, уже начать сами. Менед, здравствуйте всем. Я очень много было, я бы сказал, беспокойства по поводу того, что якобы митинг не санкционированный, якобы митинг не согласовали. В самом деле я 18-го числа получил письмо за подписью заместителя Трапезникова Ирнеева Батра, в котором он напрямую, он нам не запрещал, но он выдумал там такое дурацкое основание, что якобы площадь занята наполовину, а мы указали слишком большое количество людей. Я сразу написал ему ответ, указал на то, что он нарушает федеральное законодательство, но на этом не успокоился и решил обратиться в суд с административным иском о признании незаконными действиями вот этого лица должностного и хотел привлечь его. Ко мне в помощь подключился мой давнешний сарапик, квалифицированный юрист Семен Николаевич Атеев. Так пусть он расскажет тебе все то. Семен Николаевич, да, расскажите нам, пожалуйста. Еще раз представляю вам, дорогие друзья, это Семен Николаевич Атеев, наш опытный юрист, который непосредственно по избирательным делам очень грамотен и в основном по политическим делам очень грамотен. По правам человека. И он, как он называет в таком случае, юристом? Правозащитник? Правозащитник, вот, вот, правозащитник. Известный правозащитник Аумытий. Семен Николаевич, вам слово. Ну, я, да, правозащитник, я занимаюсь давно, но практикуюсь, в том числе и по арбитражному процессу, то есть у меня разные административные дела занимались. Вот я, когда Валерий Анатольевич попросил меня подключиться к этому делу, я, конечно, взялся в предоставлении. В чем, так сказать, мерзость вот этого запрета, прямо будем говорить, на отказ проведения митинга под надуманным предлогом, якобы там вот эта площадь наша, единственная, которая специально отведена для проведения митингов, в партии «Дружба», вот она в аренду какому-то предпринимателю, да, они заключили договор, и там, значит, поставили карусели и так далее. Ну, дело хорошее, конечно, население, наши дети там развлекаются. Семен Николаевич, проще чуть громче говорить. Да. Хорошее дело там, что они поставили эти карусели на этой площади, но есть закон, по этому закону, эта площадь отведена, это единственное место в нашем городе, на котором мы можем проводить публичные мероприятия, то есть митинги и так далее. Вот и господин Трапезник, значит, администрация города Ристы, который сегодня не возглавляет, так сказать, варяк, пришлый из ДНР, решил нам, так сказать, мерзость подкинуть, попробовать, то есть, может быть, он считает, что мы здесь проглотимся, не делаем, и запретить митинг, который Валерий Антонович, значит, в качестве организатора, попределил на 27 октября, вот, под этим предлогом, что эта площадь, значит, сократилась в половину, потому что там размещены эти качели-карусели, и запретил, значит, поскольку мы заявили, Валерий Антонович заявил, там 5 тысяч человек, вот, запомните это дело, я поэтому сейчас обращаюсь к моим землякам, значит, обязательно проходите на этот митинг, потому что действительно сейчас наступил тот момент, когда уже отсидеться дома не получится, то есть, наступит время, когда вы должны, с вас спросят, где же ты был в это время, когда решалась судьба нашего народа, был ли ты в это время со своим народом, своим детям, внукам будете говорить, да, вы скажете, я был там, и там, напусть, и я оставил честь и достану свой народ, вот. Вот. Значит, повод был такой, что, значит, площадь в аренду отдана этим предпринимателю, поэтому там 5 тысяч человек не поместится, а вы написали 5 тысяч человек, вот. Своим уведомлением. Да, своим уведомлением, то есть должно вас прийти не больше там 2 тысяч человек. Мы с этим не согласились. Вот, сегодня, буквально где-то полтора часа назад судебное заседание закончилось, и я должен вам сказать, что мы суд этот выиграли. То есть, наш Лестинский городской суд, значит, удовлетворил исковое заявление, признал действия администрации города Лесты незаконными, на том, в связи с отказом, значит, согласовать проведение митинга, и обязал администрацию города Лесты не создавать препятствий проведению митинга. То есть, это очень важное решение. Решение это вступило в силу немедленно, с момента его, значит, принятия, как бы, ну, буквально, я говорю, полтора-два часа назад. Значит, почему я, так сказать, меня еще все это дело возмутило? Буквально я, я, так сказать, небольшой актив в пользу социальных сетей, а все же и так далее, но я стал в последнее время туда заходить, и обратил внимание, что активно, значит, вбрасывается в массы информация о том, что митинг запрещен, значит, туда не ходите, заготовлено тысяча административных исков, вас будут бить и так далее. То есть, сброс идет постоянно. Это меня очень сильно возмутило. Я понимал, что это, значит, все действия администрации во главе с Трапельской являются незаконными, поэтому я к этому делу подключился, и мы дело выиграли. Так что выиграли мы не только здесь, отстояли права моего друга, так сказать, нашего известного, моего товарища, Валерия Анатольевича Бадмая, но это права защиты всех жителей нашей республики. Тех, кто хочет выйти. Да, все, кто хочет выйти. А я хочу, чтобы вы, прошу вас, обязательно выйти. Своих родственников, друзей подключайте, потому что вопрос стоит о защите чести нашего народа. Это стоит вопрос о будущем нашей республики. Вы должны понять, что, возможно, это только начало, может быть, а дальше еще будут более какие-то жесткие, может быть, более наглые какие-то поползновения в сторону вообще упразднения нашей республики. То есть этого сбрасывать со счета нельзя. То есть мы с вами не примирились. Семен Николаевич, вот такой вопрос, да, мы всем задаем. Ну, всем мы задаем. Эта тема очень бойко обсуждается в соцсетях. Такой вопрос. Как вы вообще относитесь к последним назначениям нашего главы? К последним кадрам назначениям нашего главы? Вы имеете в виду Алексея Маратовича? Все имеете в виду. Ну, вы знаете, я вот, я уже не признаю, что я буквально через несколько дней встречался после назначения в марте, вернее, через несколько дней, а через несколько недель, месяц, может быть, там, меня сам Бату Хасеку приглашал туда, для того, чтобы поговорить со мной. Вот я ему тогда прямо сказал. Я ему принес, значит, у нас резолюцию сферы зарядка калмыцкого народа, в котором, значит, там были те вопросы, которые я задал, вернее, я обратился к Бату Хасеку и сказал. Бату Сергеевич, вы, так сказать, вас народ очень любит, ну, в части народа, молодежи, при молодежной среде, вот, они готовы за вас идти и тому подобное. Но ваши первые кадровые назначения, вы сюда привезли на должность председателя правительства Зайцева, заместителем его Шварцем и так далее. Это не найдет понимания у нашего народа. Я говорю, вы неправильно, это ваша кадровая политика является совершенно неправильной и раздражает наш народ. Вы должны это понять. Потому что, если вы будете так дальше проводить эту кадровую политику, все дело закончится очень печально. Ваша слава разлетится, прорвотится в пыль. Я ему прямо в глаза говорю. Вы подумайте над этим, над этим кадровым вопросом. Ну, а потом, здравствуйте, привез этого Трапезникова из ДНР, да, эту мутную личность совершенно нет, неизвестно откуда. Это естественно, я воспринимаю вообще это. Мы должны все смотреть это как оскорбление нашего народа, как выражение недоверия к нам. То есть это говоря, что вы, среди вас нет людей, достойных возглавить город, достойных возглавить правительство и так далее. Это чушь собачья. То есть у нас есть люди, и уже об этом не только я говорю. Но уж последнее его назначение, вернее, уже которое было 21 сентября, значит, назначить на должность постановенного представителя господина Орлова, ну, это вообще за рамками всего мыслимого или немыслимого. Уже одним словом как назовете? Моразм я это назову, одним словом. Как это они понимают? Моразм. Это натуральный моразм. Это недопустимые вещи, вы понимаете? Политический моразм. Политический моразм, и юридический моразм, и вообще какой-то идеологический моразм, какой хотите, и человеческий моразм, и так далее. То есть это вообще было недопустимо. Более того, это очень некрасиво, когда Батухасиков сам всем говорит буквально несколько дней до этого, что он размышляет, кого же он туда поставит. Ну, вы знаете, что я хотел туда поставить своего друга, как его, Дарбаева, и так далее. То есть давал нам понять, что он изо всех сил противится. А между тем назначил, оказывается, еще 21 сентября. То есть тем самым обманул тех людей, которые верили ему и говорили, что да, они уходили на прошлый митинг с лозунгом, Орлова в тюрьму и тому подобное. Орлова посадите на нары. Там они открывали вот эти, поднимали эти лозунги. Я думаю, Батухасиков их услышал и посадил Орлова, но только в Совет Федерации. Вы понимаете? То есть вы хотели, вы просили его, чтобы он вас посадил Орлову, вот он и посадил вам. Я думаю, сейчас очень глубокое разочарование, наверное, среди этих поколений. То есть то, что еще люди надеялись. У всего народа. Да, было очень-очень разочарование. Да, даже у его сторонников. Да, прежде всего у его сторонников разочарование. Семен Николаевич, давайте сейчас у Валерия Антоновича по этому поводу. Нет, я буду говорить все-таки по поводу митинга. Я считаю, это очень важно. Мы на митинге будем говорить о разных вопросах. Я хочу сказать вот о чем. Я тоже, как Семен Николаевич, обращаюсь ко всем и пусть всем донесут, что провокационные вбросы о том, что митинг не согласован, что якобы митинг запрещен, были опровергнуты в суде самими представителями городской администрации. Они в суде прямо заявили, мы ничего не запрещаем. Мы единственное просим там соблюсти вот эту вот численность. Но судья прислушивался к доводам Семена Николаевича, к моим доводам. Вынес Элистинский городской суд в лице Елены Корвеновой. Правильное решение, на мой взгляд. И я был уверен, что решение будет именно таким. Признали этот документ незаконным. Более того, обязали их содействовать нам. Я хочу больше сказать. В отличие от суда, в отличие от этой администрации, опережая суд в полиции городской, вчера нам гарантировали, проводите митинг, мы вмешиваться не будем. Пусть люди не боятся. А вы расскажите про прокурору. Да, у меня вот сейчас прямое обращение к прокурору республики и к прокурору города Элиста на Гену. Я хочу спросить, почему ваш представитель вчера всучил мне, буквально всучил, какое-то предупреждение о том, что якобы я нарушаю закон. На мои справедливые замечания ваш представитель ничего возразить не смог. А сейчас, после того, как суд установил, что праве были мы, а городская администрация оказалась совершенно не права, а ваш представитель прокуратуры не пришел в суд, я обращаюсь к вам и говорю, прокуратура, надзорный орган, вы должны стоять на страже соблюдения закона всеми, без исключения. И должностные лица должны соблюдать закон, и мы, граждане республики. И если должностные лица умышленно нарушают закон, вы должны ставить их на место. Мы вчера об этом говорили вашему представителю. А теперь я прямую обращаюсь и к прокурору республики, господину Тютюнику, и к прокурору города Элисты, господину Нагину. И требую от вас, как гражданин России, как житель города Элисты, наблюдайте за законом. И не придирайтесь к нам, а боритесь с настоящими нарушителями закона, которые занимают кресло и в городской администрации, и в республиканской администрации. Вот это я обязательно хотел заявить здесь. И, пользуясь правом, я об этом говорил. Давайте сейчас немножко внесу разъяснение. Вчера мы действительно с Валерием Антоновичем, а Диану Гушаеву был, и мы втроем, и Анджай Виктор Черчиняеву, начальник Алистинского ГОВД, с нами проводил совещание. Да, я действительно, там поднимался вопрос исключительно о безопасности на митинге. Правильно, Валерий Турч? Исключительно то, что полиция заинтересована только в обеспечении общественного порядка, и они нам сами вспоминали прошлый митинг на наш 13 октября, и говорили, давайте так же проведем, чтобы все было так хорошо, не буду шатать телефон. Вот так вот. И вчера пришел сотрудник прокуратуры, мы видим, какой-то помощник прокурора, и непонятно почему вручил, вот Валерию Антоновичу вручил предостережение о том, что он якобы находится перед нарушением закона. И там в этом предостережении были написаны такие слова, что якобы нам мэрия города Ристы, администрация города Ристы запретила проводить митинг, а он все равно, да, и Бадмой Берчиевым, это мимо звучало, что и Антонович вместе с Бадмой Берчиевым как бы агитируют за этот митинг. Хотя нам сегодня представители, сами представители ответчика, два юриста говорят, что мы не отказываем, что администрация города Ристы не отказывала проведение митинга. Ну вот так вот, как бы, вот так вот. Вот, ребята, пока здесь наши товарищи, здесь взрослые, старшие товарищи, давайте, может быть, воспользуемся случаем и будем задавать вопросы. Вот первый вопрос у меня, Валерий Антонович, да, Семен Николаевич? Вот расскажите, пожалуйста, чем отличается сегодняшний митинг, да, сегодняшнее настроение у нас с настроениями 2004 года, о которых нам постоянно, постоянно напоминает? Вот чем отличается? Я думаю, новое время, чтобы не пришло. Вы знаете, вот, события 2004 года, сейчас всякие инсинуации идут, да, идет, в общем-то, некоторое искажение. Я думаю, молодые люди верят сказкам о том, что якобы, вот, знаете, мне было смешно даже. Сейчас, когда начались эти волнения, начались они стихийно, я это утверждаю, никто во главе этого дела не стоял, просто сейчас активисты, наиболее активные люди, немножко организовались. Организовались и существует, как бы, такой координационный совет. Никто этим делом не управляет. Тем не менее, уже сейчас говорят, что эти люди проплачены, уже сейчас говорят, что за ними стоят там какие-то эти большие деньги грязные. То же самое было и у нас. Когда, но тогда, вот, я знаете, какое отличие вижу? Вот сейчас действительно выступило огромное количество молодежи и выступили спонтанно, возмущенные определенными действиями власти. Потом это было подхвачено более взрослым населением, да? А сейчас это вообще приобретает, это вот волнение, да, общенародное возмущение растет, как снежный ком. А тогда нет. Тогда это системно, на протяжении многих лет, Кирсан и Рюмженов, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, просто, мало того, что они там с бюджетом всякой ерундой занимались, я не буду говорить, что это преступление, но это было явное незаконное действие. Но они еще попирали права человека, всячески. Дело ведь дошло даже до убийства журналистки, честного человека, да? А потом дело дошло до избиения людей. Но людей к этому готовили политические партии и политические лидеры. Тогда шло действительно политическое противостояние между реальной оппозицией и властью в лице Рюмжина и его кучки. И время показало, что Рюмжинов был неправ, что были правы те лидеры и те люди, которые возмущались, начиная с 1994 года, обратите внимание, и закончилось это все в 2004 году. Но я уверен и убежден, тогда был как раз пик власти Владимира Владимировича Путина, и я убежден, и сейчас никто мне не сможет доказать обратное, что приказ об избиении нас на площади был одобрен в Москве. Если бы Москва не одобрила, никто бы нас на площади не тронул, и никто бы в Элисту не прислал 4 ОМОНа. Волгоградский, Ставропольский, Ростовский и Осетинский. 4 ОМОНа приехали. Осетинский, да. И вот 4 ОМОНа участвовали в избиении нас. Мы стояли безоружные, есть видео. Не было пьяных, все это вранье, а такие люди, как Бурулов, Хлопушин, Илюмжинов, все это дело устроили, людей избили, один человек погиб, возбудили 6 уголовных дел, в том числе против меня. Мы все дела выиграли, и из всех шестерых я один подал в суд на Илюмжинова и Хлопушина. Я с обоих требовал по миллиону, но наш гуманный суд, я выиграл в эти судьи. С Илюмжинова 30 тысяч получил, и с Хлопушина получил тоже 30 тысяч, не долларов, а рублей. Но я был удовлетворен тем, что мне удалось выиграть суд у этих двух людей, и фактически калмыцкое правосудие. Я за счет. Да, вот там, там был, там был, моим представителем и тогда был Семен Николаевич Атеев. Ну а теперь его слово, да, пусть он слово. Да, я тут действительно, в 2004 году это было действительно политическое противостояние, то есть это группа людей, оппозиция была, 2000-е она сформировалась, вот там были разные политические партии, и, значит, клик Илюмжинова. То есть это было такое действительно, чисто политическое. Ну, естественно, народ поднялся, прежде всего, против недостойной жизни, которой было, нищета, безработица. То есть то же самое, что сейчас, разгромление республики, и тому подобное. То есть в нашей республике с 93-го года, я уже об этом неоднократно писал, стоял политический мошенник, Клюмжинова, да, бездарная личность, аморальная. Мы об этом говорили, я сейчас скажу, об этом мы говорили еще с 93-го года, с октября, когда он пошел в Белый дом. Вот, а сформировалась такая объединенная позиция в марте 94-го года, когда он попытался ликвидировать нашу республику. То есть отменить Конституцию, народ тогда восстал, и я очень доволен, горжусь тем, что и Валерий Антонович, и мои друзья, все мы были в числе тех, кто восстал против этого, нам удалось отстоять республику. Мы ему не дали. Вот, и в 2004-м году, мне, в 2000-е, да, в 2004-м году, действительно, вот чем отличается сегодня? Сегодня действительно это общенародное возмущение. Тогда все-таки была такая большая политическая группа людей. Вот сейчас народ возмутился. Весь народ оскорбился. Понимаете, вот эти, вот этой нынешней ситуации. Я, кстати, хочу напомнить, что Валерий Антонович говорил о личности, которые были причастны к этому преступлению. Это действительно было преступление. Мы хотели их привлечь к уголовной ответственности, собрали огромное количество доказательных материалов, я лично отвозил в Генеральную прокуратуру, политическим партиям в Москву, но нам до суда дело довести так не удалось. Но все этих людей мы знаем. Все, я написал книгу, называется «Расправа». Это буквально через год. То есть, там все показания и свидетели. Все документально зафиксировано. Кто давал команду, кто избивал, пофамильно, сколько людей было брошено в тюрьму. Все факты у вас есть? То есть, эта книга, кто хочет найти, тот может быть его запрещено найдут. Сергей Николаевич, ну мы что-то здесь вот не подписчики, кто смотрит, они пишут, давайте вернемся в это. Как вы с сегодняшним, как настроениями людьми, чем отличается? Ну я уже сказал, да, это действительно разница есть. Но в том и в том случае, в этом случае народ все-таки отставил свое достоинство. А сейчас это более широкие массы. То есть, это уже не только политически активных людей, деятели политических, то есть, все массы нашего населения вот эта ситуация действительно задевает, оскорбляет, и поэтому люди сейчас поднялись. Вот это действительно. А у Василия Николаевич сейчас идет, спрашивают люди, эта запись пойдет в историю, где можно приобрести вашу книгу? Вы знаете, как книга называется, еще раз скажите. Книга называется «Расправа». «Расправа». Это такой документальный сборник. А каким тиражом уходило? Ну, по-моему, небольшим тиражом, где-то 300 экзекляров. У нас денег не было и так далее. Мы его там уже написали, это дело, ее раздали, естественно. Мы развезли ее везде. В библиотеке есть? В библиотеке должно быть, да. Ну, еще была она в интернете. Я не знаю, кто ее разместил. Она размещена в интернете? Да, она была Семена Киев «Расправа». Да, вот это, наверное, она и есть. Я не знаю, кто ее разместил, но я сам обнаружил. Мне сказали, что там эта книга есть. Но там что-то она по-моему немножко как-то то ли грамматически там с ошибками что-то, я не знаю, может, кто-то переписывал ее. А вот Семен Николаевич и Валерий Антонович, вам такой вопрос. Нам Хасиков и его группа постоянно говорят о мифических кланах и группировках. Расскажите, вот вы, наверное, опытные люди. Вы знаете, о каких мифических кланах говорит Батус Сергеевич кто будет отвечать о Семен Николаевич? Вот это типичный миф. То есть это обычно такой дешевый, излюбленный такой, знаете, инструмент, диктатор в авторитарных режимах для того, чтобы вместить, когда народ объединяется и обязательно делают все-таки вбросы. Вы имеете в виду, говорят они. Вот за этой группой людей стоят у них клановые интересы. То есть они цель у них одна прийти к власти и разграбить народ. Они сегодня борются против других кланов. Вот сейчас эти вбросы и делаются. То есть вы обратите внимание, что клан Орлова сейчас говорит, ну такой бред пишут, некоторые говорят клан Ирюнжинова. Я, например, лично никаких кланов не состоять не собираемся. это это вбросы. То есть стравить людей, посеять в них в душах зерно сомнения. А может быть действительно накатывают представителей клана Ирюнжинова, представителей клана Орлова. Нет, это бред натуральный. То есть это сознательный вброс. Это стихийное всенародное возмущение людей республики нашей. Понимаете? Против этого беспредела, против беззакония и так далее. Поэтому это вообще не реагирует. Я предлагаю. Александр, вы на это вопрос как ответили? Нет, но если разговор пошел о кланах, пусть тогда Батухасиков сам посмотрит на городское собрание. Кто там в этом городском собрании вдруг появился, вы понимаете? Появились лица беспрошлого, я имею ввиду политического. Лица вообще неизвестные, но все оказались родственниками его брата или Берикова родственниками или земляками. Вот где клановость. первый момент. А второй, если вспоминать предыдущих там Орлова и Илюмжинова, я, например, и Илюмжинова, и Орлова, и Бату Хасикова, чтобы вы знали, ставлю рядом. Знаете почему? Илюмжинов привел к власти в этой республике Орлова, который 10 лет на него работал в Москве. Кто сделал политиком Хасикова? Сначала Илюмжинов Хасикова сделал депутатом народного хурала, то есть ввел его в политику. Бату Хасиков согласился, он же не возмутился, он стал депутатом народного хурала. А потом Орлов, которого он сейчас ругает, или которого он не хотел пускать, Орлов его сделал кем? Членом Совета Федерации. То есть Орлов его ввел в высшие политические круги России. И пусть Бату сейчас не притворяется. Что он тогда сам не возмутился? Вот и все. Вот и весь разговор. То есть кланов никаких нету? Не мифические кланы? Нет, кланы, ну не мы же кланы. Кланы это те, кто у власти, может быть, что-то там пытается. А вот такой вопрос. Что объединяет Орлова, Ильмжинова и Хасикова? Вот я и говорю, вот это и объединяет. Я же только что сказал. Они все повязаны. Они входят в систему этой власти, систему, которую начал выстраивать Ильмжинов. Орлов ему служил, я повторяю, 10 лет служил в Москве, потом он его вместо себя протащил. Все знают об этом. Молодежь, может быть, не знает, но наше поколение знает. Я в своей газете несколько раз об этом писал. Вот. И говорю, молодой Батухасиков, будучи боксером, был пригрет этими людьми. Сначала Ильмжиновым был пригрет. Почему-то он об этом забывает. Он же не возмущался. Против Ильмжинова не выступал никогда. Он не возмущался против Орлова. И фактически они его ввели в политику, они ему открыли дорогу. И, допустим, когда его сюда назначали вместо Орлова, Орлов же не возражал. Значит, Орлов был согласен с его кандидатурой. Написали, их один из подписчиков. Их объединяет эгоизм, тщеславие и меркантильность. Это другое дело. Я вам, кстати, в принципе, с моего языка с ним. если говорить о человеческих кандидатах, то, пожалуй, это самое. А вот один из депутатов Народного хорала недавно назвал их, одним из, что их объединяет, это отсутствие колумыцкости, так сказать. Что вы по этому поводу скажете? Я так скажу. скажем. Вот что их объединяет? Вот это наш зритель, который сказал, действительно, я бы добавил, это презрение к интересам нашего народа, к нашей республике, неуважение к закону, безразличные отношения вообще к судям людей, плюс жажда власти, наверное, выпяшивания своего я и так далее. Популизм. Популизм. Вот такие, понимаете? презрение вообще, то есть, некомпетентность их тоже объединяет. Что Илюбжиевых, что Орлов, что Хаскет, совершенно некомпетентные. То есть, пришли на должность руководителей, которые даже не управляли поливольческой бригадой. И сразу сели в кресло руководителей республики. Как можно было таки? Вот отсюда идет цинизм федерального власти, который Илюбжиев сюда посадил и удержал. То есть, их судьбы и интересы нашего народа совершенно не волнуют. Вот что объединяет этих людей. Вы понимаете? Вот эти качества. То есть, их роднит, они, так сказать, все из одного клубка. Здесь люди пишут, что Хаскет не жил здесь вообще. Да, вот еще одна вещь. Что Хаскет в краем, что Илюбжиев, что они все, так сказать, их можно с полным знанием назвать Варягины. То есть, у людей, А Орлов тоже не жил. Да, да, Орлов всю жизнь там, после НКМО жил там, в этом Москве работал. И он уже тоже там скитался. То есть, люди, вот почему я всегда настаиваю, требую, что республика должен, не просто человек компетентный, честный, совестливый, но и человек, который здесь живет, который знает свой народ, свою республику и так далее. Вот одно из главных условий человека, который должен руководить, который будет отвечать, который здесь все его родственники и так далее. Он знает, что если народ будет относиться по-севински к своему народу, он будет позволить свою семью и так далее. То есть, все они будут здесь. Будет народу плохо и будут его родственники и так далее. Вот это тоже очень важная вещь. Кстати говоря, вот смотрите, Ильюнженов настолько поверхностно ко всему относился, фактически правили его братья здесь. Вячеслав и этот Санал. Но Санал финансами заправлял. Помните, клиринговый банк, куда они обязали все бюджетные организации открывать счета. То есть, таким образом, клиринговый банк через эти бюджетные организации себе на маржу нарабатывал. Вот этот грант, кит. Но как только вот их такое отношение к населению, к своему народу, к своей республике, как только Ильюнженов потерял власть, куда делся этот клиринговый банк. Сейчас этот грант наладан дышит. И остался только один кит, там еле-еле существует. А все это окружение Ильюнженова разлетелось к чертовой матери. Ведь никто из них не вышел на площадь и не сказал защиту, ни одного слова не сказал защиту Ильюнженова. То же самое получилось с Орловым. Пришел к власти Алексей, его мама, вы знаете, все подгребла под себя. Вот. Ну там, да, определенная клановость существовала. Но сейчас где они? Где эти все сторонники Орлова? Где эта мама, да? Где этот их так называемый бизнес? Закончили ведь позорно. Что Ильюнженовцы, что Орловцы. И я боюсь, не боюсь, я наоборот предсказываю. Вот я, как Орлова, хочу, может быть, это некрасиво, что так же закончат Бату, если не остановятся, если не одумаются. А вот вопрос такой от подписчика. Каково бы вы предложили вместо Хасикова? Только как конкретно. Нам сыром он сыр. Нет, я конкретно говорю. Ну нас и так все называют, нам сыристы. А кого еще? Вот, знаете, нет, тут политический момент. Тут нельзя рассуждать вот такими категориями человек хороший, плохой, или... Вот протест вот этот, вот правильно Семен Николаевич говорит. Протест этот был искренний, шел из глубин. Это просто, просто люди протестуют. Протестуют против необдуманных решений, протестуют против человека с сомнительной репутацией, протестуют против того, что назначили на должность члена Совета Федерации фактически преступника Орлова, да? Но когда вопрос заходит о том, кто возглавит республику, когда вопрос заходит о том, чтобы кто возглавит город, тут мы должны отходить сразу от этого. Нам сын, тогда объясняю почему. Еще год назад, можно сказать, на пустом месте, когда здесь правил бал Орлов, даже полтора уже года назад, когда здесь правил бал Орлов, когда еще никто не знал, уйдет Орлов или не уйдет, единственный человек в республике, который заявил, что я выдвинул свою кандидатуру на должность главы. И это был шаг обдуманный. Он заявил это, потом принял участие в выборах в Народный Хурал, прошел Народный Хурал, находясь в Народном Хурале как депутат, вносил предложения, отстаивал эти предложения. Никто из политиков наших калмыцких, никто из бизнесменов калмыцких известных, никто из известных вообще людей калмыкии не сделал этого. Значит, они не были к этому готовы. Они хотели отсидеться за спинами и, может быть, хотели договориться в Кремле. А я против этого. Я всегда за открытость. Вот лично моя позиция такая. И поэтому вот нам сын мне не друг, не родственник и никто. Но я считаю, что вот... Но при этом я вот что хочу сказать. Это моя точка зрения, что... Вы задали вопрос, достоин, я считаю, что достоин, но при этом я вот что говорю. Должны быть честные, открытые и по-настоящему демократические выборы. Возможно, выдвинется не только он. И пусть выдвигаются, но все должны быть зарегистрированы без всяких этих фильтров. И вот эта избирательная кампания должна быть прозрачной и честной. И пусть народ калмыкий выберет сам. И то же самое по городу Элистар. Вот сейчас якобы объявляют конкурс. Тогда я вот эту мысль закончу. И я считаю, это очень важно. Это будет как бы моя декларация, мое политическое заявление, как опытного человека, давно занимающегося этим делом. Мы не должны успокоиться тем, что, допустим, добьемся отстранения Трапезникова. Мы должны добиться прямых, честных, открытых, демократических выборов сити-менеджера. Ну, как мы его назовем, главы администрации. И чтобы в этих выборах приняли участие все, кто считает себя достойным. И тогда у элистинцев появится возможность, как у якутов, выбрать своего главу города. Но опять же, на этих выборах люди должны кандидатов оценивать не так. Вот он, хороший человек. Да хороший человек это не профессия. Человек, который выдвигается, который предлагает свою кандидатуру, он должен иметь за собой опыт работы, допустим, и политической, и административной. Он должен знать ситуацию. И самое главное, он в общении с избирателями должен доказать, что он, придя к власти, способен изменить к лучшему жизнь в нашем городе. А тот, кто будет баллотироваться на должность главы, должен доказать, что он, придя к власти, готов и способен изменить жизнь экономическую, политическую, культурную, социальную в лучшую сторону в республике. На этом я всегда стоял и буду стоять. Такая моя вот деклара. А вот такое, вы представляете, сегодня было заседание Желестинского городского собрания, на котором приняли все-таки это положение, о конкурсной комиссии и требования к кандидатам осталось только одно, ну, одно наличие гражданства и высшего образования. Как вы это прокомментируете? Вот отлично, я, честно говоря, по этому поводу собирался написать статью, возможно, я ее напишу, если время будет. Вот, мы протестуем, многие протестуют, мы не согласны, что нам назначили трапезникова. И мы видим, что нынешняя власть, республиканская, делает все, манипулируя депутатами послушными, делает все, чтобы эту фигуру протащить. А протащить легко. Создается комиссия послушная, издается вот такое положение, очень удобное для этого человека. Потом депутаты, послушное большинство, проголосует, и комиссия допустит его. То есть делается специально под него. Я поэтому призываю, вот сейчас призываю всех, и я буду одним из них. Я принесу им свой диплом и свой паспорт, несмотря на свой пенсионный. А вы будете сдавать на конкурс? Да. Я предлагаю, чтобы нас было сто или тысячи человек. Вот мы придем и сдадим в эту конкурсную комиссию. Мы давайте это дело превратим в фарс. потому что мы будем настаивать на прямых выборах главы города. Вот. И пусть, я опять говорю, пусть нас будет сто, двести человек. Надо вот их задумку вот эту превратить в фарс. И каждый из нас потом в инстаграме везде будет комментировать. Нас, естественно, практически всех не допустят. Но мы посмотрим на формулировки. У меня, допустим, пусть я пенсионер, да, но у меня опыт работы в этом городе, я строил этот город, я живу в этом городе, у меня высшее образование. Все, я подхожу. Давайте регистрируйте меня. Посмотрим, что они сделают. А вот, Владимир Владимирович, Семенович, скажите, пожалуйста, почему, лично вы, почему появился Трапезников? Откуда появился Трапезников? Ну, я уже по этому поводу высказывался. Это совершенно... Ну, это политика... Это вопрос такой мне задают. Да, да, да. Это государственная политика, прежде всего, от администрации президента Российской Федерации. То есть, поскольку вот эти личности... Сейчас ситуация на непризнанных республиках, на Украине, она очень непростая. Вот эти деятели, так сказать, сепаратисты, они ходу бегут. Да? Бегут. И куда их? На территорию Российской Федерации. Значит, цель легализовать этих людей. То есть, людей, которые покинули эти территории, легализовать здесь, пристроить их на месте. Я согласен с тем, кто говорит, что для Трапезников они пристроились всегда для того, чтобы это был Трабузин, для того, чтобы он легализовался здесь в Калмыкии. Они посчитали, что Калмыкии народ такой скромный, простой, тихий, промолчат, сглотнут, как говорил один известный политический деятель. Но они прогадали. Калмыкии ничего сглотнуть не собираются. То есть, у них задумка федерального центра легализовать этого преступника обречена на провал. То есть, они могут, конечно, каким-то через колено попытаться сломать, поставить его здесь. Но лучше им упратиться. То есть, для того, чтобы не накалять ситуацию. Вот главная задача. Потом они его переведут в Хабаровский край, а может быть, мы его там, кто его сюда? Ну, я думаю, надо предложить в администрацию президента Российской Федерации устроить. Что его сюда Калмыки-то? Раз, такая неоценимая, такая, выдающаяся лично. Скажем, там начинают свою трудовую деятельность. А потом уже посмотрим, как он себе это покажет. Вот главная цель. Легализовать всех этих людей на территории Российской Федерации. То есть, в отношении, мы уже об этом говорили, что, значит, все эти, я уже направлял, значит, соответствующее обращение к Генеральному прокуратуру, к нашу прокуратуру, о том, что назначение противоречивающего федерального законодательства, противоречивающего устава гордости, нашего республика, они, Батухасику не имел никакого права однозначать. Ни в одном нормативном документе такого права у него нет. То есть, об этом не написали. Нарушил принципы, да? Да. То есть, это самое, что это за личность? Он там уже 4-4, 5 у них высших образований. А кем? У нас на территории Российской Федерации у нас есть, вот, значит, очень важная вещь, о которой я хочу сказать. Вот они сейчас, вы помнили, сейчас это, которые, они приняли проект по конкурсной комиссии. Одно требование кандидата в наличии высшего образования и гражданства Российской Федерации. Да? Но я, так сказать, сейчас не изучал, но я изучу, так сказать, более подробно. Но я уверен, что вот это, значит, вот это требование, которое, оно будет противоречить федеральному закону об общих принципиализации местного зонного управления, о муниципальной службе, как федеральному, так и региональному. Они же не смогут наши лесенские депутаты привести в соответствие федеральные законы и так далее. Если они примут это дело, значит, они будут признаны юридически ничтожными. Ну, мы посмотрим. Я просто говорю, пока я не вникал, но я уверен, что это так, что это будет обязательно противоречить. Но еще одна такая моральная вещь, скажем так, важная. Я обращаюсь сейчас с этими нашими лесенским борцким депутатами, вы имейте в виду, ребята, вам здесь жить, прежде чем вы будете проталкивать вот эти вот законы, вернее, местные вот эти изменения, дополнения в свое действие устава и так далее, порочить, или вообще, превращать в фарс эти выборы предстоящие, вам здесь жить, вам отвечать, вы будете отвечать. Каждого депутата, который является депутатами, все знают поименно, у каждого есть родственники, завтра вас спросят, вы сделали все, чтобы этот трапезников остался в нашем, руководил в нашем городе. Я, для меня это будет оскорбление. И вы должны это расценить, как это оскорбление вас, вашей семьи, и вообще нашего народа. Не допустите этого. Вам здесь жить. Мы говорим, господин трапезник, давай, чемодан, вокзал и в родной ДНР езжай. Нечего тебе здесь сделать. Тебе здесь делать нечего. Вот так об этом подумаю. А еще очень важный момент, я не знаю, вопрос, это не будет, я вот здесь как раз продолжение, вернее, даже, по-моему, ваше, вот, хотел бы напомнить, в связи с принятием вот этого решения, сегодняшнего решения суда, который в силу немедленно. Обратиться к этим депутатам, администрации города Листи, города Истрапезников, до 7 октября площадь должен очистить, чтобы там никаких каруселей, качелей, до 27 числа, там даже площадь должна быть зачищена. А может, написали заявление уже? Да. Если там вы оставите все эти карусели, и какой-то человек получит травму, не чай бог, не дай бог, вы будете привлечены к ответственности. Вам будут отвечать, потому что органы, муниципалитет, вы несете ответственность наряду с организаторами. Организаторами имейте в виду, я бы, поэтому, еще вас призываю, немедленно очистить эту площадь, чтобы 27 октября там было чисто. Я согласен, вы как относитесь к этим депутатам Юрсинского вооруженного собрания? Ну, а как можно к ним относиться вообще? Положительно нельзя. Знаете почему? Вот смотрите, система какая. Был Орлов, был Иржинов, у него был послушный Буров, который, правда, потом из поведения вышел, но там был послушный корпус. И все это всегда единая Россия. И сателлиты. Ну, система так сформирована. Но при этом это люди, всегда преданные, выполняющие указания нашего Белого дома. Это там даже рулит не столько администрация города, сколько рулит администрация главы республики. Пришел Орлов, всех зачистили. Вы знаете, там ни одного Иржиновца не осталось. Там стали депутатами все, кто стал обслуживать Орлова. И его, естественно, людей, которых он туда ставил. Доржиев он ставил, Андреев его ставил, еще кого-то ставил, я уже забыл, да? Оконо поставил. Ладно. Теперь пришел Хасиков. Я же сказал, и куда делись те доблестные депутаты? Молча ушли, никто из них на площадь не вышел. Никто же из них не возмутился. Они молча ушли, пропали, канули в лето. И появились новые лица, которых мы знать не знаем. Но все они оказались, я же говорю, вот из клана как раз. Вот сейчас, вот здесь можно говорить, они все оказались из клана Хасикова-Бериковского клана. Я это так определяю. Понимаете? Поэтому, ну какое может быть к ним отношение? Вот завтра поменяется власть, вот придет эмилляк. Вот допустим, Путину дойдут, я вот так, вот представим, до Путина дойдет возмущение калмыцкого электората, и он не только уберет Трапезникова, а скажет, ну ладно, Бату, возвращайся в свой бокс. И назначит какого-то другого. Он назначит, пока что в России это возможно, исполняющим обязанности. И опять этот новый исполняющий обязанности будет готовить новые выборы. Но готовя новые выборы, он зачистит эту площадку, и вот эти все, кто с Хасиковым пришел, безропотно молча уйдут. Никто из них, как мы, на площадь не выйдет. Никто из них тысячные митинги не соберет. Они все такие, понимаете? Вот сформировано. Я утверждал, писал и сейчас заявляю. За эти 20 последних лет в России и в Калмыкии шла отрицательная селекция. Именно отрицательная. В политике, в руководстве. На всех уровнях шла отрицательная селекция. Почему я говорю отрицательная селекция? Ярких, смелых, умных, инициативных убирали. Нужны серые, послушные и тупые. Повторяю, тупые тоже. Вот, к сожалению, вот то, что мы имеем. Но при этом, при этом все равно не у власти, близко к власти или далеко от власти масса людей инициативных, смелых, умных, но их не подпускают. И они поэтому вынуждены выезжать в Москву, за границу, ну, куда угодно. Или здесь вот так вот биться, получая подзатыльники, ну, образно говоря, тычки, оскорбления. Вот такая вот ситуация. Все понятно. Сейчас я переблочусь. Здесь много вопросов задают по поводу депутата Бабичева. Я, честно, по поводу депутата Бабичева. от которого сегодня сложил полномочия. Я хочу пояснить, что есть такая как бы процедура, что депутат может сложить полномочия и на его место приходит другой депутат. Депутат Бабичева был в списке номер один у коммунистов и теперь вместо него зайдет другой депутат от коммунистов. Там политическая партия предоставит свою кандидатуру, предоставит и избирательная комиссия города и листы должна внести в список депутатам. С кандидатурой я не знаю, точно еще не определились. А Бабичев ушел потому, что он переехал на другое место жительства в город Волгоград. Здесь никаких вопросов нет, политическое решение какое-то, но просто я знаю так, что он уехал на постоянное место жительства в город Волгоград. Ну давайте тогда мы возвращаемся к нашим к нашим мы называем их старики разбойники. А вот вы знаете Берикова Чингиза Валерий Николаевич? Нет, никогда не спрашивают, а Бериков и Хасиков родственники или друзья? Ну вот этого мне неизвестно. Честно говоря, я даже не собираюсь об этом думать. Я единственное знаю от людей, которые живут в Москве, что Бериков работал там, то ли в прокуратуре, то ли в следственном комитете, потом по каким-то причинам говорят, что очень уважительным, перестал работать там. Но когда общественность калмыцкая, мы здесь вот, кстати говоря, с Семеном Николаевичем инициировали в Элисте, а в Москве, оказывается, московская наша калмыцкая общественность инициировала сама отзыв от представителя главы республики в Москве, в представительстве, главы представительства. И когда того человека отозвали, фамилии я его не помню, возникла вот эта вакансия и наше землячество московское, калмыцкое, якобы рекомендовало Берикова. Я вот точно подробностей не помню, но опять же, рекомендовали кому? Орлову же рекомендовали. И Орлов согласился. Поэтому я считаю, что Бериков тоже обязан Орлову. Ведь Орлов мог не согласиться, и все, и кто бы был Бериков сейчас? Больше я о нем ничего не знаю. Я пенсионер, и издаю свою собственную газету на деньги моих друзей. Она зарегистрирована, она официально зарегистрирована, называется «Современная Калмыкия». Это бывшая советская Калмыкия сегодня. Я в редакции один, и учредитель, и главный редактор, и журналист. Мне помогают мои друзья деньгами и материалами. Поэтому газета выходит очень редко, но метко. Так, а вот вы смотрели интервью, недавно было в Ютубе, с нашим генералом Валерием Николаевичем Ачировым. Вот как вы прокомментируете его интервью? Я прокомментировал, он на меня обиделся. Ну, Валерий, наверное, для публики... Не, ну, я написал, я там написал, что Валерий Николаевич опять... Нет, то есть, давайте сначала, вы друг друга знаете? Ну, конечно, мы лично знакомы были ровесники, одногодки. Я его еще помню, когда он был просто Валерий Ачиров. Он женился на девчонке с первого микрорайона. Я рос на первом микрорайоне, учился в десятой школе. Он рос в центре города, учился в четвертой школе. Но женился на девчонке с первого микрорайона, ее фамилия Лопатина. А потом мы узнали, что он стал летчиком, а потом уже во взрослой жизни узнали, что он стал героем Советского Союза, он приезжал. Я лично с ним знаком не был до 94-го или до 93-го года. Вот тогда я с ним познакомился. Ну, когда вот эти вот все движения пошли, я с ним познакомился, а потом в Москве, когда он работал в главном управлении предпрезиденте Российской Федерации, он занимал очень высокую должность заместитель главы. Представляете, вот этого управления, заместителя руководителя. И меня к нему привел Бенда Викторович Хухачиев, депутат Государственной Думы. Вот тогда мы уже окончательно с ним познакомились. И с тех пор, в общем-то, общались и на политической почве, и так просто, когда он в Элисту приезжал, общались. Я помню его вехи, вот эти, по которым он шел вот здесь уже в общественно-политической жизни. В 2003 году я был в его команде, когда мы хотели, чтобы он стал депутатом Государственной Думы, но выборы были специфицированы, и депутатом стал кулик. Вот. И поэтому я на правах, так сказать, ровесника, во-первых, ровесника, во-вторых, на правах знакомого сделал ему замечание. Мне вот это интервью его не понравилось, могу сказать. Не полностью интервью не понравилось. В каком месте не понравилось? Именно какое высказывание? Да, да. В вопросе оценки наших митингов. Ну нельзя так, вообще-то так. Нельзя так. Я тоже люблю. Я написал ему комментарий, правда на «ты». Возможно, он обиделся, но я просто не сдержался, я его назвал Валерий Николаевич, конечно, но написал на «ты». И отключил, я вообще вот этот, отключил всю эту передачу, больше ее не смотрел. Но потом мне люди сказали, что он огромный пост написал в мой адрес, и я так понял, что он на меня обиделся. Извиняться я не буду. Я останусь при своем мнении. Ну, Николаевич, вы что по этому поводу скажете? Я, сказать, интервью смотрел только вот эту небольшую часть, которая была в интервете размещена. Я, откровенно, говорил не только раз за шагом, я был возмущен. Я думаю, что это недостойные слова он сказал о нашем народе. То есть, ну, не будем... Человек, который здесь не живет, в нашей республике, опять же, вот эта болезнь наша московская товарища, которая приезжает и получает нас, как нам жить, и более того, упрекает нас. Вы недостойно живете. Вы не делаете то, что должны были делать. Что такое барское какой-то тон. Вот он говорит там, где же вы были, когда там Орлов и так далее допускал. Можно, я у него спросил, где ты был? Я был на площади. Как со своими садами, господина Орлова от должности, потому что я считаю, что он недостоин занимать этой должностью. Мы неоднократно об этом говорили. Мы всегда выходили и всегда выступали. Я, как сказать, выступал против, все 17 лет против Ревужины, так и 10 лет выступал против Орлова и требовал отстать. Мы всегда выходили и требовали, и писали об этом. И мы эту резолюцию приняли в 15-м году на съезде ораганского народа, где потребовали отстать господина Орлова. Потому что мы считаем, что он недостоин возглавлять. То есть мы всегда были здесь, интерес своего народа. И против этих людей боролись. Делали то, что могли, что в наших силах. И мы сидели. И ничего мы не сглатывали. Вы понимаете? То есть так о нашем народе говорить нельзя. Еще говорю. Тем более где-то сидит там, приезжает здесь учительница. Как жить? Если такой патриот, приезжай здесь и живи. Мы ему, кстати, хотели господина Ачирова. Я знаю, что люди наши ездили туда и говорили, Владимир Николаевич, давайте выдвиньте свою комендатуру на должность головы этого региона, республики. Потому что народ за вами пойдет. Народ от этого уже устал, он достался. Завтра хоть черт вытянутся бы, они бы за него проголосовали. Но вообще, блин, пошел. Старики-разбойники зажигают. Так что я был очень огорчен и возмущен, скажем так. А вот такой к вам вопрос, да, обоим спрашивают, есть ли у вас аккаунты в соцсетях, чтобы подписаться для вас. Я знаю, что у Валерии Антоновича есть он на Фейсбуке, да? Фейсбуке и ВКонтакте есть. И ВКонтакте есть. А, Семен Николаевич, у вас... Я в этом отношении отсталый человек и вообще никаких социальных сетях не зарегистрирован. И вообще, я так сказать, не очень активный пользователь социальных сетями. Ну, пора уже, пора. Я уже 20 лет, может быть, одним из первых калмыки, который, может, имел свой интернет. Но я человек ленив, откровенно говоря. Нет, лень, так сказать, писать что-то там, а уж тем более дискутировать. Злые дядьки на нас пишут. Да, ну, что поделаешь. Так старости все. Мухарь, как Шаджанэль. А вот сейчас вот существует такая версия, да, ну, очень многие говорят, что вот этот вот на сегодня всплеск, именно для калмыцкого народа, он может быть последний. Если мы не встанем, не поднимемся, то, ну, конечно, как вы это прокомментируете? Я думаю, вот так часто вот говорят, вот это последнее, все, вот эти упаднические настроения, я помню еще с молодых лет. Еще был Советский Союз. Просто люди забывают. Еще Советский Союз был, тоже вот такие настроения были. А все, в одном, это, как его, кончается, мол, наша этнос, все, ничего не будет. А все равно, ну, все движется и движется. Поэтому нужно вот эти упаднические настроения всегда в себе пресекать. И в окружающих не надо это поддерживать. Часто это идет, знаете, от какой-то, не знаю, от отчаяния, от неверия, что ли. Ну, и, может быть, от непонимания. Я, например, никогда с этим не соглашаюсь. Я знаю, что, не знаю, как в отношении калмыцких женщин, не хочу вообще эту тему трогать, потому что, ну, считаю, что это не надо. Но в отношении калмыцких мужчин я бы сказал так. Есть такое определение, что мужчину определяет, мужчину характеризует не физическая сила, не ум. Его определяет его дух. Вот если у мужика есть дух, то в жизни вообще ничего не страшно. А ум там, физическая сила, это все вторично. Мы нужны именно вот такие моменты. Но будет это должен появляться. Валерий Антонович, подождите, не за столом, не за столом. Перебью. Сейчас у нас закончится прямой эфир, но я думаю, мы опять, да? Пойдем. Продолжение следует...